Мост разбитых фонарей. На факеле у моста влюбленных демонтировали освещение. На кардинальные меры администрация поселка Искатель решилась из-за регулярного хулиганства. Только за полгода в зоне отдыха было разбито 30 фонарей. Стоимость каждого начинается от 5000 рублей. Как признаются в администрации поселка, жалко не только деньги, но и затраченные силы на создание зоны отдыха, которой так не хватает местным жителям. Это итальянского производства светильники. Они рассчитаны на нагрузку 4,5 тонны фонарик. Но наша молодежь умудрилась 4-2 разбить. Один стоит 492 евро. И делают их в Италии. Инженер по благоустройству поселка Искателя Юрий Иванович сокрушается о потерянных времени и деньгах. Зона отдыха у моста влюбленных с каждым днем теряет свой прежний вид. Один за другим оказываются разбитыми фонарей, освещающие мост и прогулочную дорожку. Количество испорченного имущества пугает и огорчает одновременно. За полгода хулиганы разбили 30 фонарей. Наша молодежь так проводит культурно отдых свой на этих объектах. Бьют, ломают. Хотя здесь стояли фонари антивандальные. Ну и тем не менее, наша молодежь умудрилась почему-то взять, разбить частично вот это всё освещение, которое идёт вдоль беговой дорожки. Пока осветительные установки не испортили окончательно, администрация поселения приняла решение о демонтаже. Теперь гулять по мосту и аллее придётся в темноте, особенно зимой. Как выйти из сложившейся ситуации, власти посёлка не знают. Установка камер видеонаблюдения обойдётся в немалую сумму, которой в муниципальном бюджете в этом году не найти. Обращение в полицию пока не получило результатов. Хулиганов ещё не нашли. Однако, изучая опыт других городов, можно почерпнуть немало полезного. Власти Сургута, где регулярно портят топиарные фигуры из кустарников, возлагают надежды на эффективную работу с подрастающим поколением. В Краснодарском крае юных вандалов за разгром 50 уличных фонарей отправили под суд. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы. Где-то места отдыха закрывают для посещения в ночное время или ставят дежурный патруль.